Нам пора сделать выбор. И этот выбор может решить судьбу всего народа. Я хотел освободить свой народ. Только ты можешь повезти нас. Ты спас мою жизнь. Если бы не бомба, погибли бы все. Но в итоге я привел его к катастрофе. И пробраться в башню Киберлайн, если мы пробудим их, они примуты. Вы готовы пойти за мной? Прекрасно. Все за нами идут. Итак, 10 ноября 2038 года. Кладбище. Это Маркус пришел, наверное, к своему старику. Да? Кстати, прошлая серия просто безумная была. Взорвался Ерихон. Потому что ФБР его штурмовала. И Маркус принял решение. Ну, мы приняли решение его просто в дребезги разнести. Душевный скорбь, сожаление, рассуждение. А давай порассуждаем. Почему нет? Ваши слова не позволяй никому говорить тебе, кто ты. Все верно. Но вы умолчали. Как дорого придется за это платить. Свобода не была подарком. Это был бой. Не знаю. Может, это вы и хотели сказать? Сомнения, депрессия, пессимизм. А давай сомнения. Просто сомнения. Освободить свой народ. Но в итоге я привел его к катастрофе. Ну, есть немного. Я пытаюсь найти ответы, но... Все вокруг меня рассыпается в прах. По-моему, андроиды немножко перебздели. Когда они за оружие начали хвататься, это уже лишним, на мой взгляд. Потому что мы никакими своими решениями к этому не приводили. Так, совет, важное решение, гнев. Важное решение, важное решение. Я не хочу проливать ничью кровь. Да. Но они же нас убивают. И что? Я должен принять решение, которое повлияет на жизнь миллионов. Угу. Я не знаю, что делать. Да все ты знаешь. А чайный эмоционально потерян. Я скучаю. Мне вас так не хватает. Вот это грусть. Карл Манфред. 1963-1038 год. Опа! Это этот говнюк, из-за которого все случилось. Это сынок его, наркоман. Ну, блядь. А я живой вообще-то. Думал, меня грохнули, что ли? Ничего подобного. Я еще за тобой вернусь. Погнали. Ага. Ну, такая эмоциональная часть этой серии, видимо. А где это мы? Какой-то заброшенный храм, что ли? Реально, это какой-то заброшенный храм. Матолический. Символично. Ну и... Что-то очень долго. А это детонатор. Тот самый, который нам отдала... Ммм, какие, господи. Да все, я забываю. Ну, короче, девчонка, знаешь. Альцгеймер. Дай ее за себе знать. Имена забывая. Ну что, Маркус, погнали, пройдемся. Наверное, надо осмотреться немножко, да? У нас есть несколько точек интереса. Здесь есть у нас Саймон. Я так понимаю, да? Можем с Саймоном поболтать. Можем поговорить еще с Джошем. Здесь еще что-то можно смотреть. Ну, Саймон самый ближайший. Так что давай поговорим с Саймоном. Здорово, Саймон. Что расскажешь? Кстати, засал и не хотел с нами идти на переговоры. Я думал, что он пойдет. Ну? Мы все надеемся на тебя. Только ты можешь повезти нас. Понятно, терпила. Куда бы ты ни пошел. Мы последуем. Хорошо. Саймон соратник. Какое тяжелое молчание. Мы поняли, что он последует за нами, куда бы мы ни пошли. Хорошо. Мне важно еще, чтобы все остальные примкнули. У нас есть здесь точка интереса. А что здесь у нас? А это Конор? Это моя вина. Я не двое, не двое. Ну, что поделать? Я был глуп. Не понял, что меня используют. Да, конечно. Все ты понял. Прости, Маркус. Просто очень долго к этому шел. Наверное, ты решишь больше не доверять мне. Теперь ты один из нас. И твое место со своим народом. Все нормально. На заводе Киберлайф находятся тысячи андроидов. Угу. Если мы пробудим их, они примкнут к нам, и мы станем сильнее. Ну, по фактам, да, кстати. Хочешь пробраться в башню Киберлайф? Конор, это самоубийство. Мне верят. Они меня впустят. Неправда. Только у меня есть шанс внедриться в Киберлайф. Если сунешься туда, тебя убьют. Вероятность высока. Но по статистике всегда есть шанс возникновения маловероятных событий. Не, Аманда же спалит. Будь осторожен. Нет, мне кажется, Аманда спалит нас, если мы пойдем туда. Мы поговорим с Конором. Давайте еще с Джорджем переговорим. У него тоже есть мнение. Хотя в последней серии он что-то сам себе противоречил. Сначала он хотел без крови там. И отстаивать, а потом надо давать заднюю. Ну, короче, вообще очень странный диалог. Ты спас мне жизнь. Теперь у меня есть шанс увидеть свободу. По фактам так. У нас с тобой бывает разногласия, но мы все равно сражаемся за одно. Что бы ты ни решил, я тебя поддержу. Прекрасно. Еще и его поддержкой мы заручились. Господи, как же тебе плохо, парень, на заднем фоне. Ты все просто молча уйдешь? Ничего не скажешь? Там спасибо, что-нибудь такое в этом роде. У нас последняя точка интереса осталась. Можем, конечно, прогуляться и вот здесь, наверное. Пройтись. А здесь какой-то еще чемоданчик, я не знаю. Какой-то херни. Ладно. Давайте сюда. А, вот. Вспомнил я имя. Норд, да? Норд же? Да? Вот она. Вот с тобой мы сейчас еще поговорим. Может, она тоже к нам прилинет? Но она еще до этого к нам прилинула. Ситуация уцелевшая, ранение в лагеря. Ситуация. Говорят, люди решили не искать девиантов, а просто сгоняют всех андроидов в лагеря для уничтожения. А почему на месте? Через несколько часов останемся только мы. Странно. Уцелевшая. Сколько выжило после атаки? Несколько сотен. Больше, если считать тех, кто прячется по городу. Если бы не бомба, погибли бы все. Ранение в лагеря. Давай вот так вот лагеря. Военные устроили вокруг Бетройта пять лагерей. И такие будут по всей стране. Они готовят геноцид. В ближайшие часы все закончится. Мы изменим мир, или мир нас всех уничтожит. Кошмар, а не просто концентрационный лагеря устроили. Ты должен сделать выбор, Маркус. Что бы ты ни решил, мы пойдем за тобой. Я люблю тебя, Маркус. Хорошо, все, в принципе, идут с нами. Это круто. Очередной раз они решили заняться энтрическим сексом, видимо. Ну и что дальше? Вы просто будете молчать, да, пол серии? Хорошо, Норд любит. Норд любит, прекрасно. У нас осталась последняя, это Кара Алиса. Кстати, так и непонятно, где Лютер. Лютер выжил, не выжил. Оказалось, что не так, да? Ты же знал о бомбе дурак. Надо покинуть город, пока не поздно. Надо как угодно вывезти отсюда Алису. А чем вы лучше? Последний автобус. Еще есть шанс пересечь границу. Еще другие андроиды, которые хотят сбежать, мне кажется. Спаси наш народ. Просто мессия. Из него сделали какого-то мессия, действительно. Сообщите о принятом решении. Хорошо. То есть мы сейчас в трибуны будем вещать. Ну погнали, давайте. Соберем всех и объявим. Люди приняли решение. Уничтожить нас. Для этого прямо сейчас всех наших. гонят в лагеря. Нам пора сделать выбор. И этот выбор может решить судьбу всего народа. Устроить мирное шествие к лагерям, оказав давление на власти. Демонстрация. Взять лагеря штурмом и освободить андроидов. Общественный сторонник. Давайте демонстрацию, наверное, устроим. Я знаю. Знаю. Вы все в ярости. И вы хотите дать отпор. Но насилие не приведет ни к чему хорошему. Я согласен. Мы должны добиться справедливости мирным путем. Если в них есть человечность, они послушают. Если нет, наше место займут другие и продолжат борьбу. Вы готовы пойти за мной? Прекрасно. Все за нами идут. Да. Маркус. Маркус. Ну что? Маркус решил вести ненасильственную борьбу. Ну что? На этом мы закончим. И спасибо всем за просмотр. Пока-пока.